Здравствуйте, товарищи! Сегодня снова с вами я, Эльвира Борякина. И сегодня я хотела бы вам рассказать о тех персональных этикетках, которые существуют у любого человека, о чем идет речь. Все мы думаем о себе какие-то вещи. Кто-то о себе думает хорошо, кто-то о себе думает плохо. И меня всегда занимал вопрос, а что определяет твои мысли о себе? Почему ты о себе думаешь вот так? Я могу или я не могу? Мне это дано, мне это не дано. Этот вопрос для любого творческого человека очень-очень важен. Почему? Сейчас поясню. Я вот как-то с самого детства думала, что я могу, я могу быть писателем. Но если мы посмотрим на мои ранние произведения, ну, ребят, это графомания в чистом виде, ну, ничем не лучше, чем у всех остальных. Но вот это ощущение «я могу» дало мне силы обучаться, причем обучаться достаточно в течение длинного времени. А знаю кучу просто других авторов, которые думали, а я вот не знаю, дано мне или нет. Откуда у них это? То есть они останавливаются, бросают начатое только потому, что они себя убедили, сказав себе, что «а я не знаю, дано мне или нет». Мне на самом деле повезло. И вот эта природа этого везения, неосознанного совершенно, меня очень-очень заинтересовала. И мне кажется, я нашла ответ, как это случилось. Это действительно везение. Это действительно человеку должно повести с обстоятельствами и с людьми, которые на него наклеивают его персональные этикетки. Потому что сам ребенок в детстве, а это закладывается в детстве, никакую этикетку на себя наложить не может. Он просто, ему даже в колу там не приходит. Не так давно я повстречалась с девочкой. Девочка выросла в театральной среде. И она просто привыкла играть, потому что у нее оба родителя занимаются театром и постоянно ее в театр таскают. И там закатывание глаз и фальшивые умирания – это не то, что в норме, это то, как должно быть – так ты тренируешься, так ты репетируешь, так ты выходишь на сцену. И, разумеется, девочка все время именно этим и занималась. Она актриса, она прирожденная актриса, потому что она родилась в этой среде и все время в этом как бы практиковалась. И что случилось, в школе, когда девочку начала накрывать буберантный период, она начала просто как бы, как все эти тинейджеры, быть, ну, как бы, скажем так, печальной по поводу того, что «а что я тут делаю, а к чему ведет вся моя жизнь?». И она в силу своего жизненного опыта эту энергию и эти настроения выражала так, как она привыкла, то есть устраивая драмы. И она начала рассказывать своим подружкам, что вот вот моя жизнь кончена, и мне бы, наверное, тут вообще на этой планете делать нечего. Что услышали девочки, которые постоянно слышат по телевизору и в социальных сетях об опасности подростковых самоубийств? А наша вот эта подружка, она хочет окончить жизнь самоубийством. Ужас какой! Они рассказали об этом мамочкам. Мамочки побежали в школу. В школе они рассказали там директору и началось. Эту вот бедную театралку начали таскать к психологу. Они начали ей рассказывать, какая она вся подверженная опасности. Сколько кругом страшных-страшных влияний, сколько кругом поводов для того, чтобы покончить жизнь самоубийством. Девочка про это вообще не думала, то есть ни в одном глазу. Но на нее обрушились вот эти вот доброжелатели, которые хотели помочь ей вытащить ее из как бы из ямы, в которой она типа проваливалась. И в результате девочка стала думать просто, а может это правда? А может мне действительно у меня какие-то проблемы психологические? Может я действительно псих? И в этом состоянии круглых глаз и полного раздрая ребенок по большому счету столкнулся с доброжелательной травлей. На нее наклеили этикетку сумасшедшая, на нее наклеили этикетку как бы суицидальная, и на нее наклеили этикетку тебе нужна психологическая помощь, там психиатр, вплоть до психиатра. Я эту девочку знаю с возраста совершенно маленького, то есть она нормальная абсолютно, у нее все хорошо. И она начала депрессовать тогда, когда на нее начали наклеивать вот эти вот ярлыки. На нее стали по-другому в школе смотреть. И я подумала, вот оно, девочка пришла как-то к нам в гости, мы с ней побеседовали, и я просто поговорила с ней, ну так знаете, по девчоночи, по душам, то есть что у тебя происходит, что у тебя на душе, как ты вообще живешь. И вот она рассказывает вот эту вот ситуацию, потом я поговорила с ее мамой, выяснилось, что да, вот это вот, мы вот с этим живем, не знаем, что делать. Я думала, вот они этикетки, вот они эти лейблы, которые люди наклеивают друг на друга, надо что-то как бы менять. И я попробовала, это не значит, что так надо все время поступать, я просто рассказываю то, что сработало в нашем случае, что помогло вот конкретно этой девочке, я думаю, что ей всю жизнь это будет помогать. Девочка очень хорошо рисует, и мы с ней как-то просидели целый час, и я ей постаралась приклеить лейбл «Ты талантливая». Потому что ну есть за что, она действительно, она рисует, она рисует постоянно, у нее прям хорошо получается. И каждый раз, когда мы с ней встречаемся, я ей говорю «Здравствуй, талантливая девочка». И она в это верит, я вижу, что она в это верит, и я вижу, что она рисует намного-намного больше, чем вот раньше. То есть она ушла от этих вот своих театральных заморочек именно в искусство, в творчество, и перестала устраивать вот эти вот драмы. Разумеется, все ее проблемы никуда не ушли, разумеется, они все там, разумеется, в школе там и многие знакомые, они до сих пор расценивают ее вот так вот, что ты там с приветом каким-то. Ни с каким она не приветом, абсолютно нормальный ребенок. То есть у нее все нормально, у нее просто как бы театральный, театральный бэкграунд, что называется. И видно, насколько вот этот лейбл, насколько этот ярлык «ты талантливая» ей помогает в жизни, потому что сейчас она себя спрашивает «а кто ты?» и выясняется, она сама себе говорит «а я талантливая». И вот это ей очень-очень серьезно помогает. Вывод из всей этой истории заключается в следующем, что чтобы у вас в жизни все получалось, у вас должен быть на вас наклеен правильный ярлык. И если взрослые какие-то в вашем далеком детстве не наклеили на вас этот правильный ярлык, надо его наклеивать самому. Что нужно сделать? Нужно сесть и в тетрадочке записать, а вот какие ярлыки существуют на данный момент и спросить себя, почему они такие и кто на меня эти ярлыки наклеил, что с ними происходит и какие ярлыки мне нужны. Но только ярлык, понятное дело, не надо наклеивать на себя, что если ты такой сырогий мужик и говорить на себя, а я веселый, нет, так не работает, надо смотреть правде в глаза и искать свои реальные достоинства и думать, кто я, что я из себя представляю как человек. Что если вы печальный седой джентльмен, приклеивайте себе ярлык, например, у меня очень хорошее образование, много чего знаю, я мудрый, приклеивайте тебе ярлык, я легко общаюсь с людьми или же я умею хорошо писать, я умею хорошо рисовать, я талантливый, я одаренный, я легко отваживаюсь на новые путешествия, на все такое. И тогда вот эти ярлыки вам очень и очень помогут в жизни. И каждый раз, когда вам становится трудно, страшно или же вы не понимаете, куда вы вообще рулите, спрашивайте, я исхожу из тех ярлыков, которые мне приклеили какие-то чужие люди, которые вообще меня не знают и не понимают или же я исхожу из тех ярлыков, которые я приклеила к себе сам, потому что это моя жизнь и я определяю, кто я. С вами была Эльвира Барякина. Всего хорошего. Пока. Я тут гуляю со своей палкой селфи и пока шла, то еще подумала, а какие еще на нас приклеивали лейблы, которые нам реально мешали жить. Вот один из самых таких серьезных лейблов в моей жизни был, когда учительница в детском садике сказала мне, что Барякина, ты совершенно безнадежна в плане танцев, а мне очень-очень хотелось танцевать. То есть она мне говорила, даже не пытайся, у тебя никогда не выйдет. И я с этим прожила 40 лет. А потом я попала в руки очень хорошего тренера, который сказал, что ничего подобного, ты реально можешь делать. Так вот, граждане почти на шпагат село, почти, еще не совсем. Когда сяду, я вам покажу на видео. И, кроме того, я одна из самых гибких дамочек в нашем физкультурном классе, которая занимается как раз гибкостью, грацией и всем таким прочим. Тетенька в детском садике сломала ребенку жизнь. Я могла бы начать намного-намного раньше, но страшно было. Напишите мне в комментариях, какие ложные лейблы вам приклеивали чужие злые люди, неправильные люди. Не разрешайте им больше так делать, они не правы.